Добрый день, дорогие скорпионы! Это гороскоп для вас на ноябрь 2018 года. Вначале я хочу поздравить тех скорпионов, у которых будет день рождения в ноябре с днём рождения. Давайте посмотрим, чем же будет примечателем ноябрь. И прежде всего нужно сказать о том, что две личные планеты, планеты, которые ближе всего к Солнцу, это Венера и Меркурий, они будут ретроградны. И как только Венера закончит своё ретродвижение 16 ноября, то за ней сразу 17 ноября станет ретроградным Меркурий. Давайте обо всём по порядку. 6 ноября 2018 года. Планета неожиданностей, планета свободы, Уран. Уран в обратном движении возвращается в знак Овна. И пробудет там до марта 2019 года. А это Ваш шестой дом, дорогие скорпионы. Шестой дом отвечает за работу, за наше здоровье. И это время Уран принесёт Вам перемены. Перемены в областях, которые находятся в ведении шестого дома. Это прежде всего работа и здоровье. Для кого-то из Вас до марта 2019 года Уран может спровоцировать внезапный уход с работы. Кто-то из Вас, дорогие скорпионы, может сменить радикально свою профессию. И то, чем Вы занимались до сих пор, вдруг Вас перестанет удовлетворять. Ведь отличительная особенность Урана – это некоторая вынужденность. То есть не всегда мы решаем, как мы хотим. А вот обстоятельства, они складываются для нас таким образом, что Вы можете или сами уйти с работы, или потерять, например, работу. Или вообще кто-то из Вас может бросить вполне успешное занятие. Здесь в процесс вмешиваются внешние силы. В связи с чем мы теряем способность управлять ими. Например, наше предприятие, где мы работали, оно может ликвидироваться. И вот за этим последует массовое увольнение. В сфере здоровья при Уране также происходит революция. Потому что Уран – он планета непредсказуемая. И здесь возможны как неожиданные заболевания, так и чудесные исцеления. Далее. Новолуние, 7 ноября, состоится в Вашем Первом Доме. Первый дом отвечает за нас самих, за наши проявления, за наш характер, манер, походка, наш внешний вид. И новолуние – оно всегда начало для чего-то нового, дорогие скорпионы. И, скорее всего, Вы начнете осуществлять определенные перемены, которые связаны с Вашим внешним видом, с Вашим характером и манерами. Вы можете ожидать изменений, которые связаны с Вашей внешностью. Возможно, кто-то из Вас решит перекрасить волосы, изменить прическу или, наоборот, скинуть несколько лишних кило или поправиться. Но обязательно Вы ощутите прилив энергии, Вы ощутите желание действовать при этом новолунии. Это еще отличный момент, дорогие скорпионы, чтобы Вы проявили собственное «Я» и заявили, наконец-то, о себе мир. А также это хорошее время, чтобы Вы загадали желание, так как новолуния в нашем знаке, в нашем первом доме бывает один раз в году. И это начало чего-то нового. Начало нового года для Вас, дорогие скорпионы. Так вот, новолуния может Вам принести и новые отношения. Время загадывать желание. Не пропускайте этот момент, дорогие мои. Далее. 7 ноября. Северный кармический узел Раху меняет знак. И на полтора года переходит Ваш девятый дом. Девятый дом отвечает за путешествия, за дальние поездки, за высшее образование и за любые связи с заграницей. И северный узел, он задействует эти сферы, за которые отвечает Девятый дом. Дом, в котором располагается северный узел, он всегда указывает на ту сферу нашей жизни, которую мы должны развивать в эти полтора года, чтобы мы могли как-то приблизиться к реализации нашего духовного потенциала в этой жизни. И Вы, дорогие скорпионы, будете расширять в эти полтора года свои горизонты. Не стоит сейчас замыкаться на каком-то привычном круге своих знакомых. Вы должны в это время получить как можно больше. Если есть возможность, то очень хорошо в это время получить высшее образование. Хорошо для Вас путешествовать в эти полтора года, расширять свой кругозор, заниматься творчеством, а также интеллектуальным творчеством. И вообще постарайтесь в эти полтора года развивать себя и общаться с представителями самых разных культур. В прошлый раз кармический узел был в Вашем Девятом доме 18 лет назад, дорогие скорпионы. Вот если Вы можете вспомнить, что же происходило в Вашей жизни 18 лет назад, то сейчас могут происходить очень похожие события. 8 ноября Юпитер. Юпитер, планета большого счастья, перемещается в очень важный для Вас дом. В Ваш второй дом. И здесь Юпитер будет находиться до декабря следующего года. И, конечно же, Юпитер принесет Вам период финансового роста, дорогие скорпионы. Если до сих пор деньги вызывали в Вашей жизни какое-то беспокойство, то Юпитер, он может открыть Вам возможности хорошо заработать. Однако не нужно поддаваться соблазну получения легких денег через какие-то сомнительные сделки и авантюры. Нет, этот вариант Вашей жизни не пройдет. Если учесть то, что Юпитер появится в этом доме опять только через 12 лет в следующий раз, то Вы же понимаете, дорогие скорпионы, Вы должны использовать эти возможности, которые предоставляют Вам сейчас жизнь. У кого-то из Вас в этот период может появиться какой-то счастливый случай. Например, Вы можете получить работу с более высокой зарплатой. А кто-то из Вас, дорогие скорпионы, в течение этого времени может очень выгодно приобрести недвижимость. И даже если Вы не собираетесь в течение этих 13 месяцев менять работу, то все равно, дорогие скорпионы, сейчас у Вас есть смысл попытаться и попросить увеличение зарплаты у Вашего шефа. Потому что это еще очень благоприятное время не только для этого, но и для начала нового бизнеса. Подробнее об этом периоде, о влиянии Юпитера на Ваш знак. В каких сферах, дорогие скорпионы, Вас ожидает удача? Какие дороги Вам откроет Юпитер? Над чем Вам нужно работать в это время, чтобы не пропустить мимо эту удачу, потому что и это возможно? То у меня на канале есть отдельное видео о Юпитере. Ссылку я оставлю под этим видео. Кому интересно, переходите, пожалуйста, и смотрите. Далее. 9 или 10 ноября, дорогие скорпионы, эти даты лучше всего подойдут для решения каких-то проблем. Партнеры сейчас будут лучше понимать друг друга и будут более расположены к тому, чтобы поменять что-то в Ваших отношениях в лучшую сторону. Если Вы имеете отношения, и они Вас чем-то не устраивают, попробуйте поговорить с Вашим партнером на чистоту 9 или 10 ноября. До 22 ноября Солнце находится в Вашем первом доме. Первый дом – сектор личности. И, конечно же, Солнце придаст Вам силу, дорогие скорпионы, придаст Вам энергию для борьбы со всеми жизненными проблемами. И что бы ни происходило в ноябре, Вы при поддержке Солнца останетесь на высоте. Вы сумеете с честью выйти из любой сложной ситуации. И даже можете у окружающих вызвать этим зависть, восхищение или удивление, например. Не исключено, что благодаря Вашей самоуверенности Вы можете стать объектом интенсивной критики. Поэтому в ноябре постарайтесь не вступать в какие-то бесполезные конфликты, а просто сделайте для себя необходимые выводы. Помните о том, дорогие скорпионы, что любые обиды, они делают нас уязвимыми для противника. А это совсем не то, что Вам будет сейчас нужно в ноябре. Если Вам в это время предложат взяться за какой-то очень сложный проект, то Вы можете смело соглашаться. При поддержке Солнца Вы сумеете справиться блестяще с этим. Ваши недоброжелатели, они будут посрамлены. Если они надеялись втаяне на Вашу неудачу, то такого не случится. Помимо прочего, наоборот, такая победа, дорогие скорпионы, она может стать еще одним этапом для того, чтобы Вы могли продвинуться в своей карьере. Ну и, конечно же, принесет Вам хорошее денежное вознаграждение. Планета любви, Венера, до 16 ноября продолжает свое ретроградное движение, и Вас ожидают очень интересные события в Вашей личной жизни. Но не все происходящее можно воспринимать однозначно. Некоторые обстоятельства вообще затруднительно трактовать. Положительные они или отрицательные. И все потому, что планета любви, Венера, она скрывается в Вашем таинственном 12-м доме, дорогие скорпионы. И вот ее влияние, оно здесь очень противоречиво. Одинокие скорпионы, Вы в это время можете проявлять чрезвычайную нерешительность и с большой неохотой заводить новые знакомства. Что касается тех скорпионов, кто имеет пару, то Вас, наоборот, могут поджидать не слишком приятные неожиданности. Например, Вы можете в это время узнать, что Ваша вторая половинка имела от Вас какие-то секреты, была не совсем честна с Вами. Впрочем, дорогие скорпионы, уже во второй половине ноября кто-то из Вас и сам будет готов завести на стороне тайный роман. До 16 ноября 2018 года продолжается период ретроградной Венеры в Вашем 12-м доме. И в это время также на Вашей работе возможны какие-то закулисные игры за Вашей спиной. Но Вам не трудно будет узнать, кто Ваш тайный враг. Когда Венера перейдет в прямое движение в 12-м доме, занавесь упадет. И это может быть даже коллега, которому Вы очень-очень доверяли, дорогие скорпионы. Вы и сами в это время постарайтесь не строить какие-то козни, поскольку можете попасть в ту же яму, дорогие скорпионы, которую Вы выроете для кого-то другого и стать жертвой собственных интриг. Поддерживающий аспект Венера будет иметь только от Марса 9 ноября. Поэтому, если Вам нужно решать какие-то денежные вопросы в ноябре, то лучше делать это с 8 по 10 ноября 2018 года. Венера и Меркурий в ноябре будут статичными в одни и те же даты. Это примерно с 15 по 18 ноября. И это время, дорогие скорпионы, когда любые дела, за которые отвечают Венера и Меркурий, лучше не планировать и не начинать. Это касается и торговли, и поездок, и денежных операций, и даже отношений. Все, что Вы начнете в это время, все, что связано с перечисленными сферами, оно не будет иметь развития. Реклама будет бесполезной, знакомства, зря потраченным временем, ну, а торговые сделки, они будут бесприбыльными. Соглашения и договоры, которые Вы можете заключить в это время, они окажутся невыполняемыми. Статичность Венеры и Меркурия просто предупреждает Вас, чтобы Вы остановились, еще раз подумали, проанализировали, и как следует убедились в том, что Вы хотите именно такого будущего, каким Вы представляете его сейчас. Так вот, 16 ноября Венера возвращается в прямое движение в Вашем 12-м доме. 12-й дом, дом тайн, дом секретов. Также это дом уединения, дом изоляции. И вот, с одной стороны, дорогие скорпионы, Вы будете стремиться к идеальной любви, которая выходит за пределы физического тела. У кого-то из Вас возможна связь любви с духовностью, с религией или психологией, например. Но, с другой стороны, Вы не отделяете свои фантазии от действительности. Возможно, что кто-то из Вас в это время будет любить созданный Вами образ, а нереального человека, находиться в мечтах, в иллюзиях. Некоторые скорпионы могут начать спрашивать себя, а не ограничиваете ли Вы себя Вашими отношениями? И, возможно, что Ваши отношения, они ограничивают Ваше личное развитие. И кто-то из Вас, дорогие скорпионы, вообще может решиться на развод, потому что Вы можете посчитать, что развод – это выход из неудобной ситуации в данный момент, чтобы снова стать свободными. Однако я хочу Вас предупредить, что сейчас не время принимать какие-то окончательные решения, поскольку до сих пор велик риск ошибки. Одинокие скорпионы, Вы можете встретить в этот период кого-то через Ваших друзей или через Ваших родственников, и у Вас может завязаться любовный роман. Но этот роман, он может очень быстро закончиться, буквально едва начавшись, потому что Вы еще до сих пор не будете чувствовать готовности вступать в серьезные отношения, Вы не будете готовы брать на себя какие-то серьезные обязательства. Вообще в ноябре Ваши желания, дорогие скорпионы, они могут усилиться, а вот инструментов для исполнения этих желаний у Вас пока будет недостаточно. Ноябрь благоприятен для каких-то тайных романтических встреч, но с проверенными партнерами, дорогие скорпионы. 16 ноября Марс входит в Ваш пятый дом. Пятый дом это дом любви, дом наших детей, дом хобби. И Вы можете, дорогие скорпионы, начать заниматься тем, что будет доставлять Вам физическое удовольствие, что будет доставлять Вам кто-то может начать заняться спортом, кто-то танцами, ну а кто-то просто гимнастикой. Ну а если Вы склонны к авантюрным поступкам, то при поддержке Марса Вы можете стать смелее. Марс может Вас подталкивать к риску, и у Вас может возникнуть желание поставить все на кон в это время. И я хочу Вас предупредить, что этот риск, он может как оправдаться, Вы можете оказаться в выигрыше, так, и он может обойтись Вам очень-очень дорого, дорогие скорпионы. Поэтому подумайте хорошо. Марс, он вообще ничего не просчитывает, он действует очень импульсивно, и таким же действием он будет подталкивать Вас. еще еще проходя по пятому дому Марс повысит Ваш сексуальный потенциал, у Вас возрастет интерес к противоположному полу, Вы станете раскованней, активнее в вопросах любви, и будете легче идти на контакт. Ну, а у женщин-скорпионов в это время увеличится возможность зачатия. 17 ноября 2018 года Меркурий переходит в ретроградное движение на три недели. И, конечно же, это уже традиционный период задержек, получения информации, задержек в работе средств связи. Любая информация, которую мы получаем в это время, она может быть искажена. Нас также могут неверно понять, могут возникать проблемы в оформлении документов, в деловых поездках, в движении товара и денежных средств. Это также традиция этого периода. Поэтому постарайтесь контролировать детали, ошибки в это время, они затем могут нести серьезные последствия. В начале ноября Меркурий находится в вашем втором доме. второй дом это область денег, область собственности. И вот основная проблема как раз будет заключаться в том, дорогие скорпионы, что теперь Меркурий становится регрессивным и он возвращается обратно в ваш первый дом. Поэтому если в начале ноября вы еще будете обладать довольно реалистическим мировоззрением, сухим расчетливым умом, то уже в последней декаде ноября существует большая опасность стать жертвой мошенников, каких-то недобросовестных деловых партнеров. Во второй половине ноября вы должны очень внимательно изучать, изучать все документы, все договора. также изучайте своих потенциальных партнеров, которые предложат вам их подписать. И если вы не рассчитываете на собственную компетенцию, то в это время, дорогие скорпионы, лучше обратитесь за помощью и консультацией к юристам. Хорошо в это время начать запись ваших расходов и ваших доходов. Анализируйте, на что вы тратите свои деньги, оплачивайте просроченные счета, но избегайте крупных покупок. С середины ноября до 9 декабря, дорогие скорпионы, вы можете тратить слишком много денег на развлечения, на ваших романтических партнеров или, например, на ваших детей. О ретро-Меркурии я сделаю отдельное видео. Что можно делать при ретро-Меркурии, что нельзя. Если вам будет интересно, вы сможете на моем канале найти это видео и посмотреть. 23 ноября Солнце переходит в ваш второй дом, в дом денег, в дом ценностей, и вы, дорогие скорпионы, станете более приземленными. На первый план Солнце выведет для вас материальные вопросы. Вы станете задумываться, где же вы можете заработать. Вы станете искать такую возможность, как же можно приумножить свое состояние, и Солнце будет помогать вам в этом. 23 ноября полнолуние. Полнолуние в вашем восьмом доме, а восьмой дом – это область чужих денег, объединенных финансов, инвестиций, наследства, а также восьмой дом отвечает за секс. Так вот, полнолуние в этом доме станет временем для пересмотра своих финансовых инвестиций, временем для движения вашего капитала. От вас, например, может потребоваться внимание к вашим акциям. Это внимание может потребовать объединенный капитал. Причем это может быть как в плане деловых, так и в плане семейных отношений. Это время будет благоприятно для того, чтобы вы могли привести в порядок ваше завещание. Вы в это время, дорогие скорпионы, будьте внимательны, можете оказаться впутанными в какие-то дела, например, которые связаны с налогами или со страховками. Ну, а в плане личных отношений, это при этом полнолуние, это может быть время, когда очень благоприятно перевести ваши отношения на более интимный, на более физический уровень. Я хочу вас предупредить о некоторых датах в ноябре. Если вы отправляетесь в отпуск или в какую-то поездку, и вы можете выбирать даты для вашего путешествия, то выбирайте лучше 9, 10, 12 и 13 ноября. Пока Меркурий не перешел в ретроградное движение, вам будет легче перемещаться и легче получать информацию. При ретроградном Меркурии, особенно при статичном, все поездки могут принести проблемы и некоторый дискомфорт. Если есть возможность, останьтесь дома в период с 15 по 18 ноября, а также с 24 по 26 ноября. Что касается вашего здоровья, дорогие скорпионы, то некоторые задачи в ноябре, они потребуют от вас больше затрат энергии, чем ожидалось. И это касается и вашей личной жизни, и вашей работы. Если вы почувствуете себя утомленными в ноябре, то зарядитесь энергией в компании ваших близких людей. Солнце будет проходить через ваш знак, дорогие скорпионы, и это время будет хорошо подходить для того, чтобы вы могли восстановить свой естественный ритм жизни, замедлить темп, несмотря на внешнее давление. Очень хорошо в это время изменять свои привычки в питании. Это тоже поможет вам укрепить ваше здоровье. И лучше ориентируйтесь на какие-то легкие домашние блюда. Совет вам, дорогие скорпионы, на ноябрь 2018 года. Месяц будет непростым, но избегайте быть высокомерными. И если что-то идет не так, просто постарайтесь понять, что вы делаете неправильно, и все будет хорошо, дорогие скорпионы. Удачи вам. Продолжение следует...